Вот так прям поводить. Чтобы она полностью была у нас. Всё равно она не полностью у меня. Вот так. Сзади, то есть они вообще, вот они прозрачные. Короче, такая штука. Он ещё не подсох. Привет, мои хорошие. С вами Селена Свой. И сегодня у нас будет видео Алиэкспресс. Покупочек немного. Главным образом у меня будут матовые помады, которые вообще нашумевшие. Вы у меня много про них спрашивали. Я заказала помимо той помады, о которой вы спрашивали много, я заказала ещё 4 помады там. И какие-то пришли классные, какие-то немного непонятные. В общем, я всё протестирую. Одна из этих помад на мне. И ещё пару приколюх мы с вами затестим на мне. Бьюти всяких штучек для девочек. Кому интересно, оставайтесь со мной. Итак, давайте начнём с матовых помад, так как у меня... Точнее, нет, мы закончим матовыми помадами. Просто сейчас скажу, что одна из матовых помад у меня на губах. Сейчас смотрится она на видео очень хорошо. Номер это... Сейчас покажу. Ой. Что у меня тут всё поразлеталось, повылеталось. Помада, которая все в нашумевшие. У меня прям вот если я её накрашу, все спрашивают. 18 номер. Это вот фирма Куи Бест. Куи Бест. Вот как-то так она называется. Вот она. Вот. Я её заказывала на Алиэкспресс. Она стоит совсем недорого. Но вот наша меньшая, та помада, которая супер-пупер. Это 18 номер. Я заказала ещё себе. Вот одна из них на мне. В номере 14. Но она светлая. И единственное, что она очень странно накладывается. Прям полосками какими-то. Вот здесь не видно на видео. Но она вот... Сейчас я посмотрю. Может она подсохла и стала равномерной? Нет. Всё равно какие-то такие вот. Я не знаю, как вам близко показать. Вот. Видите? Полосочки такие. Может быть, если... Может быть, если сделать ещё сверху слой, то не будет этого видно. Но что касается светлой помады, она сработала так. Бежевая 18. Такая она коричневая. Какая-то натурально-коричневая. Она совершенно не так смотрится. Она всё идеально закрашивает. Остальные помады у меня более тёмные. Мы их в конце с вами протестим. Я сделаю на себе губы. Потому что помады очень такие стойкие, матовые. Держатся достаточно долго. И стираются очень так плохо. Поэтому, чтобы у меня не были красные губы, пока я сейчас буду всё другое тестить. Мы с вами это сделаем в конце. Итак, хочу я начать с такой очень интересной штучки. Я её увидела в Инстаграме. Её рекламировали. И я думаю, дай зайду на Алиэкспресс, да закажу. Это такие штампы для наших бровей. Давно-давно я покупала где-то, не помню где, трафареты. Для бровей. Когда, знаете, девочка не умеет рисовать брови. Она наложила в трафарет себе тенями, взбрызгнула. И всё. И бровь такая идеальная, суперская. А сейчас сделали вообще ещё проще. Просто вот такие трафареты. Вот так вот они выглядят. Всё достану. Я ещё не пробовала. Всё пробую вместе с вами. Я такая. Люблю спонтанные видео. Сделана здесь, значит, вот такая вот штука. Вот такая. Здесь идут два трафарета. Вот такие. Вот такие. То есть два. И внизу открывается у нас ещё. Вот так вот. Открывается. Нет. Как она открывается? Симсим, откройся. Вечно всё намного проще, чем мне кажется. Ну, тем не менее. Сейчас я вытащу просто вот эти вот трафаретики. И надо мне открыть. Ну. Главное не сломать. Я помню, что я так долго как-то открывала одни тени. А оказалось, что... А, всё. Что они открываются вообще легко. Здесь внутри зеркальца, кстати. И тени. Тени, кстати, знаете, какие? Серые какие-то. Ну, я выбирала там, но я не знаю. Выбрались какие-то серые. Ну, такой натуральный цвет, кстати, мне будет очень неплохо. Для моих бровей. Ещё на такие штуки, то есть я купила набор, да, трафарет. Здесь один, получается, вид у меня всего лишь навсего. Да. Отдельно к ним ещё продаются разные формы. То есть можно выбрать отдельно вот такие формы, которые вставляться будут потом сюда. Итак, мы вот так вставляем её. То есть она уже вставленная продаётся. Берём. Берём. Здесь такая подушечка, знаете, какая? Как вот мы тональный крем там вот накладываем на лицо себе. Вот примерно такая подушечка. Они одинаковые, кстати, абсолютно, да? Для одной брови и для другой. Они как-то по-разному. По-разному у меня встали теперь. Тут кривые брови. Начинаем. Попробуем сначала одну бровь, правую. Просто посмотрим, что у нас будет. Мы берём. Вот так вот накладываем. Да, она не полностью у меня ещё. Надо полностью, короче, ей вот так прям поводить. Чтобы она полностью была у нас. Всё равно она не полностью у меня. Вот эту часть. Вот эту часть. В общем, надо её полностью. Во! Теперь вот она у меня полностью... Вот она, чёрненькая, да? Вот она у меня полностью чёрная. Теперь мы... Надо, главное, правильно наложить. Ровно. Иначе будет всё коту под хвост. Так, накладываю. Вообще не видно, на самом деле. Так неудобненько немножко. Ладно. Вот так. Опа. А чё, чё-то в этом есть. Бровь вверх поднялась. А вот это можно замазать, кстати. Да? И у меня вот такая бровь вверх, типа, пошла. Прикольно. И самое, знаете, что мне кажется здесь трудное? Это реально... А можно, кстати, хвостик просто подмазать вниз. И очень даже классно. Самое, мне кажется, трудное, это повторить сейчас. Ну-ка. Берём вторую. Делаем те же самые манипуляции. Как следует набираем тени. Не, ну бывают же девчонки, которые реально не могут, не умеют красить брови. Вот как ни крути. Я вот делаю татуаж себе, конечно, и счастлива. Так. Всё, набрали. И теперь второе. Главное сделать одинаково. Одинаково? Я здесь два раза сделала. Сейчас ещё раз. Страшно? Слушайте, ну вроде одинаково. Раз-раз печать поставила, и всё красиво. Кстати, здесь она вообще идеально лила по моей брови. Как так получилось? Я не знаю. А здесь немного вверх ушла. Как такое сложилось? Ну-ка, давайте поправим ситуацию. Может, вот так вот раз? Ой, идеально. Гля, убрала. Оп. Супер вообще. Слушайте, мне нравится темка вообще. Классная. Ну и тут можно так вот раз убрать. Ну я пальцем убираю, потому что я ничего с собой не взяла. А так можно же кисточкой подмазать. Смотрите. По-моему, очень круто. По-моему, получились очень красивые и естественные бровки. Да? Классно. Вообще кайф. В общем, эта штука мне безумно понравилась. Реально крутая. Раз, два и всё. Вы видели? Сейчас в три секунды я это всё сделала. И главное, что здесь для хранения всё есть. Положила. Всё. И хранится. Можно также использовать любые другие тени. Но и бровь, в принципе, по моей легла. Как-то главное её повернуть там, да? И можно сделать и новую. Можно сделать и какую-то такую интересную. Класс. Я довольна. Ну вообще, там разные продаются брови. И можно вот такие подушечки купить разные. Ссылки, естественно, я на всё оставлю. Где бы я покупала всё это дело. Я прям довольна. Хоть у меня и татуаж, но бывает прям хочется заирчить что-нибудь, да? И я очень рада. Вот такая фирма. Вот такая вот. Дальше. Поехали дальше. Не знаю, как это приткнуть, куда. Но так как Алиэкспресс это китайский сайт. И я заказывала тоже на китайском сайте. Хотела показать бельё. Очень красивое. Оно одно. Не с Алиэкспресс. Другого китайского сайта. Но просто я его покажу здесь. Ссылку тоже на него оставлю здесь. Всё-таки это женские штучки. И про бельё я уже сняла всё. Кстати, мой любимый оценил всё бельё, которое я для него подготовила. Вот это будет новое бельё. Оно очень красиво сидит. Оно очень кружевное. Очень кружевное. Ну, прям очень кружевное. Оно с пушапом. То есть оно шикарно поднимает грудь. Вот здесь, смотрите, у нас идёт такое кружево. С другой стороны идёт материал. То есть подкладка. Ну, как подкладка, что ли, ещё. То есть двойное. Не просто что-то одно. Здесь у нас идёт пушап. Вот с такими ручками, смотрите. Тема какая. Ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. Как будто наши ручки держат. Вот. Очень необычная форма. Гля, уже зато испачкался. Вот что-то. Очень необычная форма. Интересная такая. Можно всё это дело регулировать. Прям безумно классно поднимает грудь. Такой вот красивый, красивый, красивый. Лиф. Ну-ка. То есть вы поняли, как это будет смотреться. Вот. И трусики. Трусики тоже очень красивые. Очень красиво сидят. Они вообще полностью прозрачные. Вот такие. Сзади, то есть они вообще вот они прозрачные. Спереди немного розовиночка такая идёт. Единственное, что мне здесь не нравится, это вот здесь вот такая вот полоска какая-то прошитая. Зачем она тут нужна? А может это зад? Ну нет, это перед. Ну в общем, белишка очень красивая, симпатичная. Мне понравилось. Мне захотелось сказать, вдруг кому-то будет интересно, потому что на том сайте, я ссылку оставлю, там очень много всякого недорогого белья. И главное красивого. Прям реально красивое, симпатичное. На улице на самом деле уже темнеет, а я хочу, люблю так снимать при дневном свете, что не хочу сейчас включать лампу, и мне хочется закончить снимать при дневном свете. Я люблю дневной свет, хоть сейчас он уже падает, и у меня появляются какие-то круги под глазами, которых нету, на самом деле нету. Дальше хотела испробовать с вами, но это, блин, наверное, тоже в конце. Давайте, это в конце, а мы сейчас с вами помадами. Прикольная штука, я женская с Алиэкспресс купила, смотрела давно. Давайте сейчас мы займемся помадами. Итак, номер 14 сейчас у меня на губах. Сейчас мы протестим с вами еще три помады. Помады, кстати, пришли мне очень-очень быстро, на удивление. Три помады, затестим, они немножко все похожи, оттенками разными, то есть там фиолетовый оттенок, видите, значит, такой более фиолетовый, более такой, какой-то коричневый, тут еще более бордо такое. Но я надеюсь, что свет наш вот этот вот будет позволять нам. Сейчас я открою. Так, все, мы начинаем стирать. Я буду использовать Нивея, это для водостойкого макияжа, два в одном. Снимаю, сколько водостойкий макияж, она такая маслянистая, мне очень нравится. Сейчас мы будем красить другими нашими помадами наши губы. Итак, первая попалась мне какая под руки, то я и буду тестить. Света, подключу света от моего зеркала. Это уже действительно темнеет, блин. Я не хочу включать. Вот, это совсем идеально, сразу спира уже. Это совершенно по-другому смотрится помада, она ложится сразу ровненько. Накрасила вот этой помадой, и такое ощущение, что это вообще разные реально помады. Очень красивая помада. Блин, надо включить походу свет, чтобы вам нормально все показывать. Сейчас свет включу и вернусь. Вот, смотрите, очень красивый цвет, на самом деле лег ровненько. Немножко я, конечно, его криво накрасила, но так как мне надо показать вам цвет, именно как он смотрится. Прям такой бордо-бордо классный, быстро высыхает уже, на губах не ощущается. Посмотрите, цвет ровно как лег. Да? Ну, вот видите, я просто здесь начала, здесь получился контур такой. Ну, нужно, то есть, еще здесь ровнять. Это я так сейчас накрасила. Не смотрите как бы, потому что матовая помада, ей нужно стараться прям выводить. У меня, к сожалению, ребенок, тут все дела. Выводить здесь не очень хорошо получится. Я и так стараюсь. Не представляете, в каких условиях я тут делаю все это. Значит, цвет очень классный, прям помада как будто другая. 22 номер, 22. Проверяем следующие помады. У меня даже ногой тут сломался, пока я, короче, боролась со всеми препятствиями для съемки этого видео. Так, теперь мы пробуем цвет 32. Он такой, какой-то более красно-кирпично-темно. В общем, что-то. Пробуем. Ну, просто идеально. Посмотрите, какой цвет красивый. Все, не буду выводить, просто чтобы вы посмотрели. Цвет какой-то, мне кажется, вот красный как будто классический, да? Может, это красный классический и есть. Но немножко с каким-то ярким кирпичным отливом. Видите, как ровно лег? То есть нет никаких полосок, я имею в виду, как вот со светлым вариантом. Очень красивый цвет. Такая помада, такой цвет классический, прям красный, да, кажется. 32 должен быть у каждой девушки. Вот прям вот кладешь его, и он как будто заполняет пространство еще сам. Очень легко наносится. Классно. И все, последний цвет тестируем. Итак, следующий номер у нас 33. То есть это 32, следующий 33. То есть он должен быть немножко темнее. Он так выглядит немножко темнее здесь, да? То есть он должен быть такой бордо, наверное, больше. Ух ты. Реально темные помады отличаются от этой светлой одной. Светлая ложится волосками. Либо, может, она от того, что светлая, видно это. Ну вот, тоже не буду выводить. Этот цвет у нас тоже как классический красный, только он более темный. Чуть-чуть более темный, буквально на один тон. Тоже очень красивлек. Он еще не подсох. Вот наверху подсох уже. Чуть-чуть подсохнет, и все идеально. Да. Эти вот реально темные цвета совершенно другие, нежели вот один бежевый. Этот цвет 33, кому интересно. Матовые помады мне эти очень нравятся. Правда, достойные. За ту цену, которая не продается на Алиэкспресс. Я как бы готова вообще все цвета там купить. Но немножко светлый меня разочаровал, потому что реально разводы вот так прям видно по губам. А это совсем другое качество. Реально говорю, как будто другие помады. Кстати, мы можем затестить сразу ту помаду, такая же вот помада, которую все спрашивали у меня, когда я ей крашусь. И она, кстати, довольно-таки светлая, но у нее разводов таких нет, как от этой бежевой. Сейчас я ее затестиваю, вам тоже покажу, кто не видел. Ее реально очень много. Прямо когда я крашу, мне сразу спрашивают, кто. Она у меня такая коричневая. Такой натуральный беж, видите? Коричневая, ну, легкий оттенок коричневый. И вот странно, что она... У меня, конечно, губы уже красные такие. Ну, вы поняли, да? Что за цвет? И вот она, самое интересное, что она тоже светлая, но у нее нет никаких разводов. Она реально заполняется. У меня такое ощущение, что вот одну вот эту вот... Вот эту вот оранжевую помаду, которая вначале была накрашена, что-то она какая-то не такая. Но я вот этот номер 18, это кому интересно, я его еще буду заказывать в этом магазине. И проверим, что к чему. Ну и последняя штучка женская, которую я хочу вам показать. Сейчас покажу. Сейчас вы сразу поймете, почему я решила ее показать после, потому что потом я ничего не смогу делать руками какое-то время. Кстати, брови видите здесь? Как они классные. Какие классные. Надо Кристинке попробовать брови сделать. Короче, такая штука. Прорезиненная. Уже многие догадались, наверное, для чего она, да? Она для того, чтобы упростить нам. Знаете, бывает, вот мы красим ногти, да? И вот нам, чтобы упростить, мы ставим сюда наш лак. Он очень хорошо держится здесь. Сейчас мы его встрясем. Лак какой-то у меня тут. Гель, формула. Ну не знаю, по-моему, я уже тестила, и ничего особенного там. Так, открываем. Ставим вот так вот, да? Для того, чтобы не тянуться куда-то или еще что-то. И он постоянно у нас. То есть мы руку эту ставим на стол, да? И вот так начинаем красить наши ногти. И как бы ничего нас не отвлекает, да? Бывает же, мы держим в руках этот лак. Может перелиться еще чуть-чуть. В общем, я неудачный цвет лака выбрала вообще, вообще не в тему. Синий. Тут главное показать, как бы, да? Вообще, цвет. Слушайте, ну интересный цвет, кстати. Ну все, то есть вот так пользуешься. Такая штука классная, прикольная. Мне кажется, что она, ну, прикольная. Вот такая силиконовая штучка. Все, девочки, на сегодня все. Такое коротенькое видео, видеообзор. Главным тут у нас выступают помады, да? Ну и трафареты вообще шикарнейшие. Вот. Надеюсь, вам мое видео понравилось, было интересным и полезным. Если что-то заинтересовало, все ссылки под видео. И вообще под видео много интересного. Заходите, читайте, смотрите. Ставьте лайк, если вам понравилось. Кто первый раз у меня на канале и еще не подписан, обязательно подписывайтесь. Впереди много интересного готовлю для вас, как всегда. Стараюсь экспериментировать. Ну а я с вами прощаюсь до следующего видео. И знаете, я вас очень-очень сильно люблю. Поняли? Нету следов. За это я люблю матовые помады. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!